Всем привет! С вами Эдяк! В сегодняшнем видео я хочу показать, как клеить пленку на стекло. Пленка имеет вот такой вот вид, потому что вот эта пленка, я когда-то клеил, это автомобильная пленка темного цвета, и она как бы не очень гармонирует с этой комнатой. Поэтому я хочу все сейчас переклеить на более светлую пленку, чтобы все красивенько смотрелось. И покажу, как я это делал. Поехали! Снял я стекло с дверей и попробую снять старую пленку. Если не получится снять, тогда уже отрежу новое стекло и буду клеить на новое. В общем, тут остается клей, и его, наверное, будет проблематично снять. Может, растворителем попробовать. В общем, попробовал я снять растворителем 647. Не сильно очень хорошо и получается. Так что, наверное, я возьму, у меня есть новое стекло, отрежу новое стекло и буду клеить на новое стекло. Отрезаю новое стекло, положил его на ровную поверхность, на доску. И сейчас проведу лиднюю стеклорезом. На доске прочертил линию ориентировочную и по ней буду резать. Затем, кто еще не видел, как я резал стекло, я подкладываю на место реза гвоздик. Или что-нибудь цилиндрической формы. И просто прижимаем стеклышко с двух сторон. Видим, что стекло треснуло. Если треснуло не до конца, то то же самое сделаю на противоположной стороне. Все, мы видим, что стекло отрезано. Если вам понравился этот способ резки стекла, обязательно поставьте лайк. После того, как стекло было отрезано, его нужно тщательно помыть. Кто как может, там тряпками, газетами, кто как привык. В общем, нужно помыть его идеально, чтобы никакая крупинка не попала, никакой волосок. Затем нужно отмерить саму пленку. Чуть больше, чем стекло, размер берем. На обратной стороне есть линейка, правда, градуирована. Так что отрезаем по полосочкам. Затем нужно чуть-чуть нашу пленку приготовить. Это примерно 5 сантиметров. Отделяем ее от подложки. И немножко загибаем. Так, пленочка готова к поклейке. Затем нужно стекло смочить. Смачивать тоже будем водой. И, как говорят, надо еще чуть-чуть добавить жидкого мыла. Но я не добавлял, вдруг пойдет пена, можно все испортить. Поэтому будем использовать только воду. И смачиваем стекло. И начинаем клеить. Лишнее все отрежется. Затем нужно удалить пузырьки воздуха из-под пленки с помощью специального ракеля. Он идет пластиковый. Ну, я решил использовать просто резиновый шпатель. Так как он эластичный и не поцарапает пленку. В отличии от пластика. Смачиваем дальше все. Плавно вытягивая бумажку, клеим пленку. Не забывая при этом выгонять воздух. Выгоняем не только воздух, но и остатки воды. Не забываем смачивать обильно. Вся лишняя вода выдавится. Воду необходимо выдавливать по бокам. Вода выпустили. ДОДОН shutter. Воды полностью слышится. Н probability людей на ткани. Отканье olan чпали. Отканье. Отканье seráерный. Обжairs перешла. Получавая щита. Р botш Auss permanение. Подboys out Match. Отканье. Как подсорта. Продолжение следует... После того, как пленка была приклеена, теперь нужно удалить лишнюю ее часть. Возьмем канцелярский нож, только обязательно условие, он должен быть очень острый, то есть новый. И обрежем остатки пленки, которые выступают за пределы стекла. Чтобы не порезать стол, я подложу что-нибудь под низ. Чтобы было удобнее резать, я переверну наоборот. И пройдем скальпелем вдоль бортика. Уберем остатки пленки в сторону. Еще раз перевернем и еще раз пройдемся. Вдруг где-то зашел воздух. Так, пленочку я поклеил. И теперь должна высохнуть вода, которая находится под пленкой. На это нам понадобятся целые сутки, поэтому я сейчас поклею все стекла. Положу их на сутки, пусть они высохнут. И буду ставить на дверь и прибивать штапики. Не ставлю их сейчас, потому что во время монтажа где-то прижмется штапиком не так. Пленочка может отойти. Нужно дать ей высохнуть полностью. Поэтому оставляем на сутки. Потом я все вставлю и покажу, что получилось. В общем, все. Я доклеил самоклеивающуюся пленку. И комната приобрела вот такой вид. Стало намного уютней и светлей. Если видео вам было полезно, значит подпишитесь на канал. Поделитесь видео с друзьями. С вами был Идяк. Всем пока.